Только сегодня, друзья, здравствуйте, я вот разговаривал со Львом, который врач, и говорят, что я бы врачом быть не мог, и вот все такое, а тут мне и говорят, а что ты, Миша, тебе быть врачом, тебе и так коньяк несут, даже не нужно быть врачом. Я хотел вам показать киргизский коньяк, но не то, что уникальный, но как бы необычная вещь. Я поверну сейчас еще, и вот к тексту. А что за текст? Ну неважно, в общем, подарили мне киргизского коньяка, и та же самая, и не первый раз, кстати, но та же самая женщина, которая из Киргизии ехала к нам с этим своим коньяком, она же для Светы еще пару подарочков захватила, а ехала она через Индию, видимо, удобно ехать из Киргизии через Индию, в Америку, такое предположение. Я хочу сказать большое спасибо этой женщине, которую я никогда не видела, но она, наверное, меня видела, потому что она подобрала все очень мои цвета, я очень люблю вот эти вот цвета. Так, ты скажи, что тебе подарили? А вот, это шарфик. Из чего шарфик, Света? Откуда я знаю, из чего? Ну, шарфик. Шелк? Это не шелк, нет, он прозрачный, я не знаю, что это. Ну, неважно, в общем, замечательный шарфик. Вот, потом вот такое колье. Колье. Это не аметисты, Света? Это аметисты. Аметисты? Да. Аметисты. И вот эти темненькие тоже аметисты. А это все аметисты. Я даю ушку покажу, вот. Это тоже все аметисты. Вот, так что я очень, очень, это самое, довольна, очень красивый, очень замечательный новогодний подарок. Спасибо. Я к киргизскому коньяку никакого отношения не имею. Но ты можешь использовать его, например, для кулинарных целей. Для кулинарных целей его использовать можно. Но мы сейчас, друзья, с Ольгом отправимся за лимоном. Там, правда, там, правда, коньяк очень хорошо смотрится как раз на фоне вот этих девочек. Ну, неважно, вот там за окном, друзья, вот Света открывает. Лев, у тебя есть секатор? Так, у нас сейчас, нам сейчас дадут секатор. Это, друзья, секатор советский. Видимо, там бронетанковый завод какой-нибудь делал. Я не знаю, крепкая вещь. 26 лет служит нам верой и правдой. А еще сколько лет там служил? Еще там служил. То есть, это вещь ностальгическая. Отправляемся на улицу. Вы видите, тут мокро на нашей веранде. Мы отправляемся на улицу. Так, Лева, ты видишь лимоны? Вот это лимоны. Так. Воздух какой. Воздух какой. А лимоны какие. А как пахнут эти лимоны? Е-мое. Ну, сколько нам? Вот, давай парочку. Давай парочку. Так. Так, давай. Я сейчас, давай, ты понюхай вот. Я, я, вот. Чувствуете? А, как пахнет? Ой, Лева, как пахнет вещь. Давай, сожмем, может, почувствовать? Нет, нет, мы ее сейчас с коньяком почувствуем. Хорошо. Лимончики сначала мы ополаскиваем. Вообще, говорят, как хорошо кипятком. Знаете, как обжать, чтобы запашок был. А на горячей вода? Каким ножом можно резать? Любым. Так, выбираем любой нож. Совсем маленький. Ну, не знаю, зелененький бери. Так, в тарелочку надо. На этом. Ну, давай. А, постой, постой, Лев. Вот тебе тарелочка. Давай в тарелочку сразу. Так, тарелочку. Вот так, друзья. Лева, скажи, ты живых людей как-нибудь резал? Или ты только мышек? Пронесло. Пронесло. Так. А я помню, что ты кроликов кого-то резал? Лева, нет. Кроликов это же не живых людей. Давай, давай этот самый. Кроликов это же не живых людей. Ну, а потом их съедали работники исследовательские? Контрольную группу. Мы не съедали, мы закусали. Наши спирты письки. А кто-то контролировал спирт вот, чтобы медработники не спились вот эти ученые? Вот я и контролировал. А, а ты за в лаборатории какой-то был? Нет, да, я был просто научный сотрудник. Понял, Лева. А когда ты ездил по линии СЭВ, многие не знают, что это значит. Ну, например, в Прагу. Там давали выпить или... Покупай, пей. Не, ну подожди, когда там коллеги собирались. Нет, там, если только торжественный ресторан и прочая, операция гусь. Это было, кстати, это было в Москве, в здании СЭВа. Был ресторан, где были представители Чехии, Германии, Болгарии, Монголии и прочее. И мы там сзади сидели, как болван при польском преференции. И это самое. Там стояли действительно гуси, которые напоминали вот эту бриллиантовую руку. То есть, но это не были гуси из медицинских лабораторных исследований? Нет, нет. Это были настоящие. И ресторанные гуси. Вот так открываются бутылочки. Надо сказать, что чувствуется, что киргизский коньячок открывается без труда. Пробочка, терпыр, да? Вот. Надо сказать, советская медицина, друзья, легко справляется с киргизским коньячком. В смысле открыть. Как-то этот бальзан напоминает. Только сейчас я понюхаю. Сейчас, секундочку. А, нет, очень-очень ароматный. Очень ароматный коньячок. Давай пиргизский. Я помню, что тот был молдавский коньяк с... Белая маэстом. А, белая маэстом. Так. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Я вижу. Бутылка такая плоская, удобная. Хорошая. Так. Ну что, давай его закроем. Да. От греха, от греха падать. Дальше. От греха падать. Закрывают. Ну что, значит, Светочка, иди, может быть, ты подержишь камеру. Понюхаешь. Камеру. Я хочу. Ну подожди, дай ему сфотографировать. Так, ладно, друзья, я разверну объектив сейчас и буду самостоятельно снимать. Селфи. Ну, тип селфи. А, вот, ты не попадаешь в кадр. Это не страшно. Ну как, как, нет, ты же, ты же. Как я могу вести? Мы же на троих. Новый год. Как в песне. Троица придумана не даром, троица придумана не зря. Ведь не даром, чуть не в каждой чайной, есть картина «Три богатыря». Особенно в Криспице. Сегодня. Вот, тем более, да, такой день. За здоровье. Да, за здоровье. Так, чтобы вот все хорошо было. За Рождество. Лыхаем. Лыхаем. Я спряталась от вас. Хорошо, хорошо. Так, лимончик, лимончик. Знаете, что говорят некоторые? Света, иди порежь свою. Говорят, что надо не с лимоном пить, что это плебейство. А с чем ты еще? Например. Не помню. С. Не помню. А мы на диете. А мы на диете, да. Мы по-простому, по плебейству. Чтобы всем тоже так вот с удовольствием. И будет хорошо и заукошено. Лимон, можно сказать, практически сладкий. Потому что это маяц, лимон. Маяц, да. Как это в советское время надо было, чтобы и елось, и пилось. Это, друзья, неплохое. Маяц, это же известное. Пожелание, потому что есть такое, что и есть не станешь, и пить не станешь, и вообще не станешь. Врачи вам расскажут такое, вообще-то. Ничего не станешь. Ничего не станешь. Друзья, камера, наконец, попадает к Светлане. Это большой оператор. И давай, Света, засними это. Буквально по второй. Ты с нами? Я уже. Да. Прежде чем мы примем, на грудь. Друзья, я хочу сделать промоушен Светлане. Она сделала замечательное пирожное картошка. Очень смешно было. Я показала своей внучке Саше. Я говорю, Саша, бабушка сделала ей пирожное картошку. Ты ел когда-нибудь пирожное картошку? Она говорит, нет. Я говорю, это очень вкусно. Понюхай это. Она понюхала, говорит, очень вкусно. А потом, когда я ее начала давать, она вкусила, говорит, ой, так это же не картошка. А что это? Она думала, что это настоящая картошка. Ну, друзья, мы-то знаем. Но съела? А как же, ей понравилось чужо. Значит, Света искала коньяк, чтобы туда добавить, но не найдя коньяка, достала бутылку белорусского бальзама. Тоже пошел неплохо. Очень тоже неплохо. Короче, если будете делать пирожное картошка, попробуйте бальзамы. Да. Рижский, белорусский, там, может, еще какой-то этнический. Лева, чтобы не... Не последний раз. Ну, можно так, да. Не последний раз. Я хотел, друзья, чтобы вы услышали последние слова, последнюю идею этого видео от Светланы. Но она как бы не хочет это на публике. У меня полный рот. У меня полный рот. Светлана сказала, и сакраментальная, друзья, чем больше коньяка, тем вкуснее. Угу. Пирожное картошка. У вас еще праздники не кончились. Еще там, да, несколько дней можно пьянствовать. Поэтому, друзья, срочно делаем пирожное картошка. Найдете киргизский коньяк. В конце концов, тут можно французским заменить. Я надеюсь, что французский коньяк, он не санкционный какой-нибудь. Вот. Ну, и уж киргизский точно не санкционный. И лимончик. Так что, как это была передача такая, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. А мы вот тут сейчас на нашем экране. Вы видите запись, там, 99-го года. Вот, я там молодой. Это ты? Это я. Это я. Какая-то прокрутка идет, я не знаю, что на этом. Не объясню. Делай как шею. Делай как шею.